У нас ремонта не было вообще никогда. Вообще. Вот сколько дом стоит, у нас, наверное, вообще не было никогда ремонта. Вот только первый раз его произвели. Жильцы последнего подъезда китайской стены рады. Впервые за 20 лет лестничные пролеты и площадки приведены в порядок. В середине января здесь начали делать ремонт, за две недели закончили. Что было и что стало, не сравнить. Мы довольны, но не совсем. Маленько не доделали у нас тамбур. А так очень красиво. Чисто стало. И действительно, первое впечатление от обновлений, установленной у входа лавочки нового козырька, портит так называемый тамбур. Полтора квадратных метра от железной двери до деревянной. Здесь даже паутину с углов не смахнули. Но дальше картина позитивная. Свежие зеленые стены, везде установлены перила, покрашены плинтуса. У нас было, знаете, как у нас есть дом, как его называют, Бухенвальд. У нас еще хуже был подъезд. Я очень довольна. Я здесь очень давно живу. Я плохо хожу, редко хожу. Выхожу только летом на улицу. Но очень довольна, конечно. То, что у нас было, это несравненно. Вопреки расхожему мнению, что ремонта в подъезде и смысла ждать нет, здесь все случилось быстро. У нас козырек был сломан. Мы написали заявление и указали, что еще у нас очень давно, 20 лет почти не было ремонта. И вот наш домоуправ Тарасова, Марина. И все нам вот это вот сделали. Сам ремонт, длившийся около двух недель, дискомфорта жильцам не создал. Работали быстро и аккуратно. Однако спустя буквально неделю обнаружились недоработки. Мы проводили вроде бы быстро, недовольны полом. Пол, потому что, не знаю, сделаны некачественно. И окна. Посмотрите, какое безобразие. Столько годов, не знаю, что было здесь. И сейчас у нас вот, например, малежей таких нет. Все равно было затерто этим самым раствором. Раствором, знаете, по цветам что-то золощённое или, по-старому говорят, зажелезнёно. Всё. А тут что-то наляпали. Это вот надолго? Уже сейчас краска на полу первого этажа во многих местах отпала. Из-под неё выкрашивается раствор. В управлении жилищно-коммунальной службы нам пояснили, что все работы выполнял подрядчик Акционерное общество «Соболь». За качеством следили инженеры-смотрители. По окончании ремонта подъезд принимала комиссия. При приёмке комиссия у нас работает, специальная комиссия. И где-то недочёты у нас, мы видим, при приёмке, они исправляются в течение, допустим, установленного срока. Ну, неделю, допустим, мы им даём, они исправляют. Комиссионно принимается. Если в течение процесса эксплуатации что-то опять какие-то выходят, недочёты, сообщается это в письменном виде, уведомляется подрядчик, приходит и всё исправляется. Ну, естественно, за свой счёт уже. Пояснила Надежда Алексеевна и ситуацию с отсутствием ремонта в тамбуре. Тамбур сразу не включается, потому что сейчас зима. И технологически вот это невозможно сейчас сделать, потому что красим, шпаклюем. Это, сами понимаете, холодно. Это всё отпадёт. Не положено так делать. У нас тамбура обычно делаем, мы их оставляем на летний период. Весна, лето. В течение всего 2013 года будет отремонтировано около 20 подъездов в каждом ЖЭУ. Жильцы тоже должны внести определённый вклад в наведение красоты в своём подъезде. Элементарно вымыть пол. Однако ремонт закончили около двух недель назад, а ряд площадок в подъезде до сих пор не вымыт. Продолжение следует...